Пойдемте я вам покажу, что у меня в холодильнике. Надежда Евдокимова больше 20 лет проработала в общепите. Но настолько пустой холодильник даже опытного кухонного работника сбивает с толку. Соление, варенье, полторы луковицы, полкило муки и немного растительного масла. Из этого полноценный вкусный обед не приготовить. Ну, в принципе, я знаю, что у меня есть заработанные деньги, и у меня просто не на что купить кошаков, кормить коты у меня, себе даже, сыну там помочь. Вот так. Ну, вот я на кухне. Этим летом женщина пришла работать в только что открывшееся кафе. Золотых гор, конечно, не обещали, но дали понять, что заработок будет стабильным. Ну, мы понимали, так как кафе открылось только, мы терпели месяц, два, пять. И в оконцовке так, то тысячу кинем, то 500 рублей, то 100 рублей. Как на них прожить-то? Когда сотрудники кухни в очередной раз затронули тему зарплаты, руководитель отказался что-либо менять. В знак протеста дружный женский коллектив покинул свои места. Предприниматели обвинили их в срыве работы заведения. Может быть, тогда по телефону мне расскажете, все-таки, что случилось? Выможательством занимается просто-напросто, и все. Собралась группа, сорвали производство, ушли. Теперь какое-то детство какое-то. Я не хочу вообще, у меня сейчас времени нет вообще. Как получилось, что не пришли-то все на работу? Мы пришли. Мы пришли. Мы просто пришли и сели наверху в кафе, то есть в самом кафе. То есть на свое рабочее место мы не пошли, а позвонили Людмиле Борисовне и сказали, что мы ее ждем на, как бы сказать, на совещание. На следующий день мы, получается, 22-го числа мы опять пришли в 8 утра для того, чтобы узнать решение ее. Ну, Людмила Борисовна сказала, что вы сделали свой выбор сами. Людмила Борисовна еще один руководитель кафе. С ней женщины пытались наладить рабочий контакт. Теперь честно заработанные, пускай и небольшие деньги, сотрудники кафе намерены получить с помощью прокуратуры. Письмо они уже подготовили, кроме того, направили жалобу в трудовую инспекцию. Евгения Ижутова, Иван Зяблицкий. Будни. Все по разным сторонам.